ой ё-моё я уже добрался до дрифт-рассы ладно давайте 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 по тут кто литвин тут остановился на тайканчике смотрите-ка а что доехал до дрифта кто-то переживает уже доехал долетел бан полетели 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 теперь все я на сто процентов знаю где находится дрифт-расса ребята всем привет кого не видел я думаю это вторая часть или может быть даже третья разделенности первый мой обзор новенького обновления мы в прошлой части добирались до дрифт-рассы на которой я отсутствовал год практически до ровно год и поэтому потерял вообще где она находится но быстро нашел все ребята сквозь такую мощную метель я правда еще раз потерялся вот как бы у меня сейчас опять не крашнула вот давайте по быстренькому за т.п. какой-нибудь авто транспорт и начнем ой и начнем набивать рекорды честно говоря не а ты понял понял все это кстати вот год назад тоже какое-то обновление выходила после зимы была еще до сих пор зима и вот добавили вот эту вот штучку что типа на дрифт-рассы нужно находиться только на автомобиле так давайте на цс аевский боевые она у меня заднеприводная она у меня кстати в жизни достаточно ее хорошо носит арбанчик но здесь давайте что добавим арбанчика хочу сделать сейчас я какого-то заднеприводной корча и попробуй подрестись они сама я видел его офигеть дай прокатиться короче кирилл следователь на самом деле это олдовый тип кто помнит он вообще на самом деле нас и познакомил с арбанчиком но не знаю может быть ревность какая-то у него сыграла или еще что-то перестал с нами общаться либо думать что мы с ним перестали общаться ну хрен его знает самом деле мы никогда ни с кем не перестали в общаться просто есть некоторые моменты по интересам и стараемся другом их поддерживать что-то пока мне не очень нравится как дрифтит арбанчика сто двадцать четвертый сколько по бабкам тебе обошелся получается я порт получатся обменивался заплата 19 6 плюс-минус тридцать один тридцать миллион обошел выхлоп такой себе если честно дюнинга больше нет как будто 2 и 3 мотор у него тебе знаешь что надо было с таким мерседесом тебе надо было короче номер но хоть это тачки не легендарная конечно но все равно она светилась в роликах купешный мерседес помнишь его у нас номер и в синий цвет да можно покрасить этот эту тачку и от обвес снять можно обвес можно снять вроде когда ну а какой тут обвес боба это чистая задней тоже смысле какой тут обвес у него без типа ля ну не волчок не расширение какие-то не расширение есть юбки есть и бампер есть и спойлер есть тут капец я манал тут обвес если я в не в стоковых наверное их не существует на родмире потому что я бы тогда шалел если бы увидел стоковый 124 купарик так ну чё бэха вроде бы получше держит дорогу может быть из-за того то что у нее резина по шиповести е но пока мне ничуть не особо нравится короче ребят надо по-быстрому арменчика догонять еще не арменчика догонять арменчику показать класса догонять тех кто сейчас лидирует хотя бы на последних местах сколько у меня вообще 1900 арменчик на самом деле ребят напомню вам он по идее победитель прошлого дрифта он нафармил больше больше всех хотел царите у кирилла следователи уже 423 но по-моему арменчика было миллион что-то такое ё-моё кирилл следователь вообще чокнулся ладно ну-ка давайте давайте сейчас будем пробовать ребят будем пробовать ребят Да, здорово, здорово. Здорово, короче, смотри, тебе как, ты хочешь, чтобы была красивая, или чтобы тебе, главное, было очки? Чтобы очки были. Короче, можешь ты ко мне в машину, я сейчас покажу? Давай. Так, типчик тут что-то хочет мне показать. Короче, ты сама суть, смотри. Ты едешь, смотри, мне проста вот эта хуйня из зоны, она живу ли пятерку. Смотри, едешь вот так, вот так, вот так, вот так. Ну, жига, выработаешь газом и тормозами. Главное, попадать в этот круг, не улетели, потому что я просто в году улетал. Главное, скорость не терять, вот это самое главное. Тормоз, газ, не теряешь скорость, это главное. Главное, идти боком, просто идти боком. Перекладочка, притормаживаешь. Пару распредельщик нажал, перекладочка, пару распредельщик нажал, перекладочка. Пару распредельщик нажал, перекладочка. Да, топово, братан, я так и делаю, но у меня не получается, у меня, видишь, тачка не та. Ты должен, я просто, она у тебя низкая, посмотри, просто видишь, я не на ауди. Да, у тебя ауди хорошенькая. Ну-ка, я сейчас что-нибудь другое сейчас сделаю. Либо попробуй, либо попробуй пятерку в джигуле, это сам готова, моя тачка для двигателей, так скажи. Блин, да, она у меня. Хочешь, я сейчас брал Петруху дать? Сейчас, дай попробую. Сейчас Петруху тебе привезет, если хочешь пока. Все, ребят, Арменчик меня победил, зараза. Мы, вы, вы, оси, давай вот эту вот, ну-ка, в 90 попробуем. Видите, зависит время, чтобы она тебе обманулась. Блин, что-то он мне подсказал. Что, что говоришь? Я говорю, смотри, сейчас, чтобы у тебя, ну, счетчик пошел, выйдет за территорию и назад заведет. Только тогда начнем дыректировать нормально. Так у меня что-то уже есть на счетчике же. Ну, это все хуя. Есть для Петра, на 40-м, иди, чтобы он там выйдет. Он тебе сейчас все покажет. Сейчас попробую. Короче, я хочу на М-5 попробовать, она у меня полноприводная. О, она вообще не пойдет, ребят. Хотя, почему? Вроде, 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 идет. Ну, еще скорость, кстати, я так понимаю. Ой-ой-ой, вообще не идет, она полнопривод. Не-не-не, вообще не хочет идти. Даже я перекладку не могу организовать. Ой-ой-ой-ой. О, боже мой. Смотрите, ребят, никто не делает так, как я. Вон, все на пятерочке. Кстати, кто на пятерке у нас? Не, ребят, КС это вообще не та тачка. Не для этого она. Ой-ой-ой, неужели я свою Жигули слил, ребят? Я что-то не могу понять. Подаренную Жигули. Я не мог ее продать, ребят. Вот кто мне напомнит, куда я делал Жигули вот эту желтую? Вас. Я кому-то ее отдал, продал. Что у меня с ней стало? Мне же пацаны ее подарили, я не мог ее там куда-то деть. На Дорманчика будет спросить. Сейчас попробую, как это дрифтит. Не, ребят, у нас так ничего не выйдет. Это все не то. Ну и ламба, соответственно, тоже все не то. Что? Ну вот это вот говно у меня еще есть. Как оно называется? Финир. Как-то так. Тоже полно. Ну как говно, ребят? Это все спортивные тачки. Они не для этого, не для дрифта. Просто эту тачку я вообще как-то случайно купил там. О, у этого хоть подвеска побольше. О! Вот это уже получше, поинтереснее. Так, так, так. Так, с перекладочками только. Что-то у нас не очень. А если вот так вот, я буду по кругу все время. Не пойдет. Не пойдет. Нельзя. Ну, тачка топовая. Она очень дорогая. По-моему, лямов 30 где-то стоит. Ну, хоть что-то. Не Феррари, конечно, но хоть что-то. Арменчик там уже заряжает. Ребят, очень быстрый аппарат. Ну, кстати, привыкнуть можно. Да блин, ну ты че сделал? Ты даже не попрощаешься? Че там ты, Гриш, рассказываешь это самое? Короче, надо будет вечером самим съездить и посмотреть на это все дело. Давай. Мне вам капец как интересно. Да. А мы и не прощаемся. Нам-дам. Субтитры создавал DimaTorzok